Владимир Ремезов «Исповедь», роман в стихах, продолжение 2, отредактировал и подготовил к изданию Юрий Контишев. Верзов окинул молча, взгядом, бритоголовая братва, и за спиной и сбоку, рядом, звучали реплики, слова. Ты чё как суешь, слышишь, сука? Две спички в юбке, отудашь? Не щёлкай клювом, проститутка. Поправь фасон, какой пассаж? Вчера ужралась, ва, тусовка, спиртягу пили, чистый яд, ты с этой спал, смотри, красотка. Да брось, чувак, ведь это ж, блядь. Верзов, так в этом видишь вдохновенье, здесь в каждом слове гарг дарыг, согнал их души на съеденье. Дьявол, какой фольклор, какой язык? Верзов, ты превратил их лица в морды, куда ни глянь, кругом дурман. Но всё, наелся я до рвоты, кончай свой чёртов балаган. Шагал он, молча, по дороге, как осуждённый на гулаг. Шагал в предчувствии, в тревоге, душа стонала, рядом враг, и по звериному, по лисье, в него впивался чёрный взгляд. Буравил душу, сердце, мысли, от мозга самого, до пят. Дьявол, чем недоволен ты, невежда, в большой семье, большой скандал, пускай умрёт твоя надежда, да здравствуй всё, что я создал, да, человеческой рукою. В стенах церквей я встроил бар, и хлынул лют в него рекою, и счастлив в нём и млад, и стар. Бог отказался под услуги, чин уж не звергнутой страны, верзов, ах, коммунисты, вот чьи слуги, под красным стягом сатаны, всей жутью злобы усмехнулся, повеселевший демон зла, остановившись, обернулся, душа, как камень, замерла, дьявол, к чему ирония, всецело, ты сам служил мне, скоморох, забыл, как сам на авансцене, вещал стихами, ленин бог. На дне словесных проституций, копаясь в море нечистот, на гребнях грязных революций, вставал у власти гений мод, под чьё ура, моё терпенье, венчалось в славе октября, под хор толпы, какое пенье, долой и бога и царя. И век пришёл, мой долгожданный, власть преисподней, до небес, и разве богом был вам данный? Такой космический прогресс, ум разрывался возмущением, и всё же, что ни говори, смотрел он вправду с отвращением. Век, что зачат был на крови, по-детски, в кубики играя, рос век малыш день ото дня, шла вверх учёности кривая, мир удивляя и дразня, вот, подобрался к микроскопу, Коснулся первых микросхем, нажал на атомную кнопку, войдя впервые в ЭВМ, и вот уже, в межзвёздных далях, в просторах вечности, о, да, сияет грудь, она в медалях, а он всё мчится в никуда, поэт смотрел в ночные звёзды, Нет, сострадание не прячь, двумя жемчужинами слёзы, упали каплями на плащ, верзов в мыслях, как много создало творений, полотен живописи, нот, великих книг, стихотворений, под прессом горе и забот, скажи, душа моя, уже ли, из года в год под звон весны, страдали, мучаясь и пели, на радость счастье сатаны? Кто скажет мне, что не от Бога, поёт есенинский романс, а как нам встретить, и без вздоха, тот лебединый реверанс, уже ли впрямь, в зловонном баре, искусство канет в бездну лет, и только чудище гитара, оставит нам ревущий след, душель вопрос, она устала, взирала в небо, там ответ, а между тем, уже светала, Вступал в права свой рассвет, с лучами солнца и лукавый, исчез куда-то навсегдаль, благослови же, Боже правый, наш новый день и Божью даль, письмо в редакцию, пишет вам поэт из Херсона, я писал стихи с юности, потом был двадцатилетний перерыв и вдруг, как извержение вулкана, Однажды ночью, меня как будто кто-то разбудил, и я снова взялся за перо, это произошло в 2000 году, мне было 50 лет, умер я, 27 апреля 2001 года, в 2021 году, спустя 20 лет, чемодан с моими стихами нашла на чердаке моя сестра, Ее муж, Юрий Контишев, выполняя мою волю, начал сегодня публиковать мои произведения на сайте стихи, ру, ютубе и на блоге Велештылвилдпресс, с уважением, Владимир Ремезов, сроки земной жизни 11 июля 1950 года, 27 апреля 2000 года